друзья приветствую давайте начнем некий такой курс обучения как пользоваться скринами на что смотреть я подобрал объекты за последний год и попробуем рассмотреть все моменты и проговорить попытаться научиться распознавать первое с чего мы начнем это волга 455 килогерц весна здесь активно ловился судак на косе значит но при этом здесь стояли самые самые находятся у нас слева видно что у них большая голова и тонкий хвост то есть это стопроцентные самые ребята в ответ при нас ловили эту рыбу этих скринах тоже самый довольно в большом количестве нам к сожалению кроме судаков больше никто не попался сама конечно хотелось бы потаскать они есть слева справа вот на данном снимке немножко здесь подмазалась но тем не менее их ни с кем не спутаешь вот очень большая голова и тонкий хвост идет у них слева тоже их видно кстати в перемешку с ними стояли и судачки которые тоже неплохо ловились жалко что судаки были только не с тайной в отличие от сама дальше перейдем классики волжского коряжника на данном снимке это прибор еще c2 девятка здесь видно какая-то некая аномалия дна до за которой держатся судаки течение соответственно идет сверху вниз вот на этой бровки то есть даже вот видно по отметкам где-то здесь стоял это район гс здесь большая бровка я вот на нее затягивать вот она здесь вот показано здесь большие навалы бетонных конструкций ну соответственно от течения также здесь и прячется судак притом прячется в огромном количестве видно что здесь присутствует на даунскане мелкая рыба ну и рядом с ней как всегда судак это один из любимых скринов был в новой акватории решили пройтись троллингом и на всякий случай всегда включая по 100 метров на каждую сторону в 455 частоте чтобы находить какие-то интересные объекты но собственно невнятно я увидел подобную картину соответственно сразу поставил на нее точку и зашли на нее на частоте 800 килогерц то есть проходя у меня стоял радиус 25 метров луча да то есть соответственно вся картинка пошла в левый луч и великолепно отразилось . на самом деле оказалась сверх просто сверх стабильной здесь всегда стоит рыба и когда бы я сюда не приходил у меня всегда были поклевки то есть . очень стабильная при том как правило почему там никто не стоит потому что она одна там в радиусе 5 километров собственно какая ситуация эта классика когда у нас стоит коряжник течение соответственно сверху вниз за ней прячется огромная стая беля по моим предположениям это судаки ну и по крайней мере тех что я доставал это были весом там полтора-два килограмма а у щука явно ну покрупнее стоит хотя щука я вытаскиваю тоже на два-три не больше с этой точки но на данном снимке тут крупнее в тот день кстати мы вот конкретно когда были сделаны эти первые снимки ничего так не почему-то не смогли поймать но тогда у меня не было мотор гайдом это проходка над этой точкой то есть я заходил на второй круг на постановку то есть сначала мы увидели 455 частоту увидели до заходим уже на 800 проверяем что все здесь стабильно все хорошо нужно вставать следующая наша задача это пройти уже надо то есть вот я иду сверху вверх по течению и где-то вот тут вот необходимо мне встать чтобы бросить якорь и вытянуться на необходимое расстояние чтобы попадать в цель проходя на точкой соответственно мы сразу видим еще раз очередной раз убеждаемся в том что у нас под нами и на данной точке стоит рыба все это уже стопроцентный как бы идеальный вариант который нужно обязательно вставать разве что только остается поймать этот скрин вот видите я также делал уже постановки здесь я уже пришел скорее всего на следующий день либо уже вечером ситуация немного поменялось но бель как осталось да вот она стоит только пришла уже новая рыба и кажется ее даже побольше щуки особенно для судаки стоят еще большем количестве это опять уже другой день мы заходим на точку и снова видим классическую ситуацию большое количество белой рыбы вперемешку с хищником стоит это тоже волга опять история о том что у нас идет коряжник за ним держится рыба также ее видно частично куда он скане видом на сонаре вот она стоит остается только поймать как говорится также волга но уже скорее всего здесь плотность на друга это не песок скорее всего потому что качество картинки намного хуже но в целом все одно и то же то есть стоит коряга и за ней держится к это небольшая рыба я думаю что это наверно берши уже не трофей точно опять классика волги шел я на новой акватории жалко от на 455 частоте не сделал снимок в общем там блока это каша но когда зашел на второй круг немножко удивился то есть глубина 13 метров 23 градуса довольно чистая вода была то есть это одни из самых идеальных условий да на волге когда на 800 частоте можно получить великолепную картинку и как вы видите частота составляет 800 килогерц значит это затопленный корабль я так понимаю довольно старый деревянной конструкции от него остались до наборы и за ним течение опять же повторюсь сверху вниз идет да потому что самое лучшее когда вы будете заходить вверх по течению таким образом у вас и скорость будет вставлять 45 километров в час а что является идеальным показателем для хорошей картинки и здесь мы видим очень много рыбы то есть она предположительно стоит где-то и здесь но по большой части она стояла тут здесь был поймана кучу судаков кучу ударов была одна из самых лучших рыбалок здесь прям в количестве стояла рыба и при том длина судна я так понимаю в районе 30 метров может быть даже наверно 40 я делал постановки на моторгайзе тут вставал тут вставал тут стал то есть постоянно буквально там пять забросов и перемещаешься чтобы полностью пробросать всю местность за судном вот это давала хорошие результаты будет еще несколько скринов из этой же местности то есть вот намылась ямка здесь тоже были небольшие удары но невнятные вот я зашел с другой стороны скорость у нас также четыре километра в час немного тут качала но ситуация все та же то есть за затопленным судном стоит в огромном количестве рыбы и кстати вот даже перед него то есть вот на этом снимке мы прекрасно видим что если то есть вот на этом снимке если вы нашли подобную акваторию даст такой аномалии вы обязательно будете с уловом осталось только правильно выставиться и подобрать приманки потому что это прямо самая классика рыбы здесь всегда будет осталось немного скринов тоже с волги лучше из лучших сейчас мы посмотрим их это васильевские острова здесь у нас с вами видна гряда но по непонятной лично мне причине рыбы стоит незачем не спрятанная но присутствует скорее все это какие-то судачки либо щуки ну в любом случае это хищник потому что наша скорость составляла 3 километра в час но при этом как бы он четко вытянуты мы видим четко вытянуты объекты также волга небольшой бархан и в бархане стоит судачок они всегда держатся вместе им не походь необходимо какое-то небольшое укрытие именно поэтому они держатся вместе за барханом тоже довольно интересная акватория большой песчаный бархан стоит явно хорошая трофейная рыба среди нее находится много белой рыбы ну или предположительно тоже какие-то хищники справа находится стайка рыбки здесь мы определили ее в первую очередь по уже теням то есть если есть тени нужно внимательно зайти еще пару раз посмотреть более детально также волга выход из ямы на подъем и здесь за барханами четко стоит рыба то есть вот она раз два три по ним тоже в принципе можно выставляться если есть электромотор сделать постановку несколько бросков и двигаться дальше